Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной выпуск судебной практики Верховного Суда по налогам, на этот раз за апрель 2022 года. Традиционно сначала предлагаю рассмотреть те проблемы, которые разрешались судебной коллегии по экономическим спорам. Ну и, как видите, в апреле судебная коллегия достаточно активно рассматривала налоговые вопросы. Начать хотелось бы с дела «Корнер-агент», в котором вообще рассматривался вопрос о возможности применения льготной ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, которые предназначены для индивидуального строительства в том случае, если эти земельные участки принадлежали коммерческим организациям. И здесь на самом деле интересно то, что суды, отказывая в применении льготной ставки, ссылались на предыдущую практику Верховного Суда, которая касалась земельных участков для дачного строительства. И Верховный суд, оценивая такой подход, указал на то, что такое применение предыдущей практики Верховного Суда не обосновано, поскольку, по сути дела, в предыдущей практике разбирался иной вопрос в отношении участков иной категории. Следующее дело касается льготных тарифов по страховым взносам в Севастополе. Дело в том, что здесь возник вопрос о том, распространяются ли эти льготные тарифы на Севастополь. Ну, поскольку суды считали, что такие тарифы, они распространяются только на Крым, как отдельный субъект Российской Федерации, а на Севастополь не распространяются. Но Верховный суд пришел к выводу о том, что такой подход неверный, и в данном случае льготные положения в отношении страховых взносов распространяются, в том числе, если лицо ведет деятельность в Севастополе. Еще одно интересное дело было связано с возможностью применения патентной системы налогоблажения при оказании бытовых услуг юридическим лицам. И здесь Верховный суд пришел к выводу о том, что в том случае, если в законе нет прямого запрета, о том, что патент может применяться только к бытовым услугам, которые оказываются физическим лицам, то есть, если нет такого ограничения, то в данном случае можно применять патент, и если бытовые услуги оказываются юрлицам. Ну и, наконец, еще одно дело. НВС Групп, оно связано с налоговой реконструкцией. Вообще, это дело можно оценивать по-разному. С одной стороны, можно говорить, что здесь повторена позиция, которая была изложена в деле спецхимпром. А именно, то, что в том случае, если у налогового органа имеется информация о реальном поставщике, то она должна учитываться при определении конечных обязанностей налогоплательщика. Но, на мой взгляд, здесь была поднята и другая проблема, а именно, когда необходимо налогоплательщику раскрывать информацию о реальном контрагенте. То есть, нужно ли это делать в период налоговой проверки, либо это можно сделать даже после завершения налоговой проверки, даже после вынесения решения. Вообще, это дело я достаточно подробно рассматривал в выпуске налоговых новостей за май 2022 года. Поэтому, кому интересно, отсылаю к соответствующему материалу, видеоматериалу на моем канале. Следует заметить, что интересные выводы содержатся также в отказных определениях судей Верховного суда. Начать хотелось бы с дела «Морская дирекция», в котором сделан вывод о том, что безвозмездная передача неотделимых улучшений облагается НДС. Конечно, кто занимается налогами, прекрасно знает, что этот вывод не новый, и неоднократно его можно было встретить в различных судебных актах и в том числе в отказных определениях судей Верховного суда. Но почему я обращаю внимание на данное дело? Потому что после принятия решения по делу Метран некоторые специалисты полагали, что те выводы, которые содержатся применительно к НДС в этом деле, они могут изменить практику по вопросу обложения НДС безвозмездной передачи неотделимых улучшений. Однако многие специалисты, в том числе, например, и я, выражали сомнение в том, что практика изменится. И, в общем-то, наша точка зрения, скажем так, возобладала в практике, то есть по-прежнему передача безвозмездной передачи неотделимых улучшений рассматривается в качестве операции, которой облагается НДС. Следующее дело – это работы взрывные специальные. В данном деле рассматривался вопрос о том, необходимо ли дополнительные компенсации за вредные условия облагать НДФЛ. И в данном случае суды пришли к выводу о том, что несмотря на то, что выплата названа компенсацией, по своим свойствам она компенсацией не является. И, соответственно, такая выплата, она должна облагаться НДФЛ. Я бы хотел обратить внимание, что на самом деле это не первое такое дело, которое встречается в практике Верховного суда в 2022 году. Так, примерно схожие выводы содержались в деле, которое я рассматривал еще в феврале, ну, то есть в обзоре за февраль. То есть, по всей видимости, налоговые органы сейчас достаточно внимательно рассматривают такого рода компенсации и стараются их переквалифицировать для того, чтобы обложить их как НДФЛ, так и страховыми взносами. Поэтому налогоплательщикам и плательщикам страховых взносов, безусловно, необходимо обратить внимание на данную практику и также оценить возможные риски. Следующее дело, лаборатория Касперского, было связано со списанием расходов по НЕОКР с повышающим коэффициентом. В данном случае, отказывая в возможности такого списания расходов с повышающим коэффициентом, суды отметили, что те исследования, которые проводились налогоплательщикам, они не являются научными, поскольку отсутствует признак новизны, а это основной признак, который характеризует научную деятельность. Таким образом, налогоплательщикам необходимо принять во внимание те выводы, которые делает Верховный суд по налоговым вопросам и учитывать их в своей хозяйственной деятельности. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.